Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с моим любимым человеком встречаемся уже третий год. Когда мы начали встречаться, все было хорошо, но вдруг в один момент голос в голове сказал не любишь. Голос сказал это именно тогда, когда я была очень счастлива. С этого момента тревога начала накапливаться. Конечно, со временем стало полегче, но порой меня оккуривает такой сильный страх и тяжесть в груди, будто все потеряно. Когда я спрашиваю сейчас, люблю ли я его, то я и чувствую, и знаю, что да. Но будто в моей голове есть какая-то негативная установка, которая твердит, такого быть не может и никого в этой жизни не любишь. Когда я спрашиваю себя, что я к нему чувствую, мне так спокойно и хорошо становится. Нет никакой тревоги и страха, нет слез, есть чувство спокойствия и счастья. Но она говорит, а вдруг это не то, а вдруг не любишь, почему ты так радуешься, если ты, скорее всего, не любишь. Хотя чувствую, то я совсем другое. Я не могу понять, где правда, а где нет. Когда я думаю о нелюбви, меня окутывает сильный страх. Это можно даже панической атакой назвать. Я очень устала. Устала от того, что чувствую этот страх. Устала от этого комка в горле и в груди, от апатичного состояния. Я закрылась в себе и не могу открыться снова. Когда я рядом с ним, мне спокойно. Я смотрю на него, мне мрачка от счастья, будто я испытываю блаженство, когда смотрю на него, когда обнимаю, мне хорошо. Иногда он ведет себя не очень красиво, может оскорбить, не умеет держать язык за зубами. И я сразу начинаю переживать. Не могу довериться самой себе. Что с этим делать? У меня в голове образ, будто я отвергаю его, отрицаю свои чувства. Не знаю, как перестать это делать. Это очень тяжело. Спасибо за ответ. Ну, я думаю, что Екатерина вряд ли есть такой ответ, который устроил бы вас прямо сейчас и прямо здесь. Вот такой ответ, который вас будет удовлетворил. Вероятно, потому, что его нет. Ну, в смысле, вот такого ответа нет. Нет такого ответа, который вас удовлетворил бы. И на мой взгляд, это в общем и целом нормально, что такого ответа нет. Потому что здесь есть несколько моментов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. В первую очередь, вы как-то слишком сильно центрируетесь на любви. То есть, это совершенно очевидно, по крайней мере для меня, что вам важнее любить ли вы человека, чем просто быть с ним и наслаждаться, ну, как бы, вот, отношениями, скажем так, с ним. Это, на мой взгляд, первое, на что хочется обратить ваше внимание. То есть, здесь история больше о том, что, вот, не сам человек, вас интересует не времяпровождение с ним дань, а, как бы, вот, ваше чувство к нему. Как будто вы требуете от себя любить его именно так, как вот кому-то нужно любить. Вот, ну, а любить так, как кому-то нужно, естественно, невозможно, потому что, оказывается, человек любит по-своему. Вот, то есть, я бы здесь, на самом деле, смотрел бы в сторону того больше, что у вас с ним вообще общего и насколько вы, ну, как бы, идете по жизни, да, в одну сторону. Это первое. Второй момент. Вам что-то мешает довериться себе. Что это? Это страх, значит, перед своими чувствами. Я думаю, что вместе с психологом вы могли бы в этих чувствах лучше в себе разобраться. Следующий момент. Вы говорите о том, что если, вот, вы, ну, как-то вот допускаете, да, что, его не любите, то, как бы, поднимается очень сильный страх. Хотелось бы понять. Вот. Хотелось бы понять, знаете, что? Хотелось бы понять. Хотелось бы понять, а... А что такого страшного будет, если вы, ну, вот, действительно, его не любите? То есть, ну, что такого вот вообще произойдет-то? В общем... А... Что такого ужасного будет, если, ну, вот, если вы его, ну, ну, если вы его не любите, значит, что такого страшного может случиться? Ну, любите, не любите и любите. Вот. Если вам хорошо с ним, то... Почему этого не обостаточного? Вот. А... Что меня здесь, честно говоря, интересует. Понимаете, да, о чем, ну, вот, как бы, о чем я говорю? И... На мой взгляд... На мой взгляд... А... Ситуация, она вот, в принципе... Ну, вся такая. То есть, ситуация, она вот... Вся про это. Как мне кажется. И... Вот это, наверное, очень важно вам увидеть. Что... Как-то вот так получается, что... Идее любви... Вы придаете большее значение, чем самому человеку. То есть, вы идеализируете любовь. Вы себя обесцениваете. И... В целом, вот, то, что вы описываете, да, эээ... Свои... Фантазии по поводу того, как вы его отвергаете, и так далее, Это вопрос личной границы. Вероятно, что... Эээ... Как раз-таки, по причине того, что вы вот... Как-то боитесь, что... Эээ... Вы его не любите, да? Ну, как-то вот, по этой вот причине. А... Вы... Вот я бы сказал... Эээ... Я бы сказал, что... Эээ... Наступаете... Эээ... Эээ... Себе на... Эээ... Ну, на... На... Личные границы. То есть, вы... Как-бы... Эээ... Запрещаете себе... Эээ... Вот... Что называется... Эээ... Эээ... Ну, давать... ээээм... Ээээ... Ээээ... Ээээм... какую-то вот, ну, может быть, обратную связь. Вы запрещаете себе говорить человеку «нет». Вы запрещаете себе, как мне кажется, отстаивать себя, отстаивать свои личные границы. И, на мой взгляд, в этом заключается серьезная, ну, вот, с этой точки зрения, да, довольно серьезная проблема. Довольно серьезная проблема и довольно серьезная беда в этом смысле заключается для вас. Вот. Поэтому я бы, наверное, я бы, наверное, все-таки в первую очередь обратил бы внимание на эти вещи, да, то есть, чего, вот, на обесценивающие тенденции, на значение для вас любви, вот, на восприятие молодого человека. Ну, то есть, вот, в целом, да, как вот вы его воспринимаете, как вы к нему относитесь, вот, как вы его видите, ну, вот, ну, вот, ну, вот, ну, вот, ну, мужчину, я имею ввиду своего, да, вот. И, соответственно, уже, уже вот там, уже вот там, на мой взгляд, будет, вот, как-то, более, вот, что называется, ну, понятно, да, вообще будет более понятно, что с чем вы путаете, что с чем вы мешаете, вот, и, каким образом это, ну, вот, вообще, ну, становится для вас возможно. Вот. Я бы как-то, вот, наверное, ну, в таком ключе здесь, вот, ну, смотрел бы, смотрел бы на эту ситуацию, вот, а, ну, понятно, что есть, а, свои нюансы, вот, понятно, что у вас, вероятно, есть некоторые особенности ну, вашей, о, вашей истории. Их, эти истории точно нужно разбирать, а, вот, там, что, ну, очевидно, а, что, возможно, как-то, вот, у вас в прошлом опыте какие-то травмирующие ситуации, ну, ситуации были. Вот. И сейчас это дает о себе знать. А, возможно, что и нет, возможно, что и нет. Возможно, что просто так вышло, что человек для вас, вот, что называется, ну, вот, в определенный момент времени стал очень-очень, ну, как бы, важным, да, вот. И в определенный момент вы просто все оказались в нем. Вот. То есть тут вот такой аспект он тоже может иметь, может иметь, может иметь место быть. На самом деле. Вот. Поэтому я бы, конечно, в этом смысле, вот, на эти, на эти вещи обратил бы внимание. Да, у вас вне всякого сомнения повольно повольно серьезный запрос на психотерапию, да, то есть это решается посредством психотерапии и гармонизации отношений с молодым человеком, который, вот, по вашим словам, да, не умеет держаться с этими зубами ведет себя порой некрасиво, что скорее всего вас как-то, вот, тоже расстраивает, нервирует и тогда и вы, судя по тому, что я могу сказать, судя по тому, что вы написали, точнее, вы с этим, ну, вот, ничего не делаете, вы с этим никак не обращаетесь, вот, но вообще-то это очень важно. вообще-то очень важно, чтобы вы с этим как-то обращались, вообще-то очень важно, чтобы вы выражали все эти суммы, но сейчас вы боитесь, сейчас вы боитесь, вот, сейчас вы этого себе не позволяете, вот, соответственно, ну, как бы, если вы себе этого не позволяете, то отношения вряд ли могут стать качественными, а молодой человек вряд ли будет вести себя иначе, вести себя по-другому, потому что, ну, а зачем ему это делать, вот, то есть, тут все в этом смысле довольно, ну, довольно просто, вот, неприятно, но просто, поэтому нужно, вот, разбираться, разбираться нужно, и нужно исследовать это, и нужно вам, вот, что называется, помогать, потому что самостоятельно с этой ситуацией, вот, вы, ну, можете не справиться, отношения разрушиться, вот, а себе только доказать то, что вы действительно, вот, какая-то не такая, вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду вам благодарен, буду благодарен вам, обратную связь по моему ответу, вам это позволит начать работу, работу над собой, вам это, вам это позволит, ну, начать, двигаться дальше, вам это позволит начать меняться, вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, обращайтесь, ,